Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Такие там, как кумалок, вот тестовые полосочки вот эти вот, когда мы кровь измеряем глюкометр. Вот я сегодня заходила утром, вот их нет, их постоянно нет. Хотя есть телефон, по которому я звонила, обращалась, и там мне говорили, что все вроде как выдается. Как они учитывают, как они все-таки высчитывают, никакого порядка в этом нет совершенно. Нашему городу не хватает, наверное, все-таки врачей, потому что у нас вот эндокринолог, гастроэнтеролог, это всегда проблемы. Особенно, как я вот живу в поселке Умерзак, вот, у нас там один врач сидит, вот. И нам, чтобы сюда попасть, нужно приехать в пятницу часов в 7 утра, вот, чтобы записаться к специалистам. А мы добраться в такое время не можем, у нас автобусов нет. Вот, то есть по телефону записаться мы не можем, вот этого нам не хватает. Поли-клинингка, в общем, шкарай, кезінде бізді, өзіміз, совет, үкметінің кезін адамдарымыз, ғой. Оқу, жаңа, білім тауы, тегінед, жаңа, денсауымызды, емдеу, жаңа, нелер бәрі тегінед, қатты, үкмет жаңан, қарау болған, көмек болған, барлығы сол өзің жалақсын атқарып, дұрс білім алып, адамды емдеп жүген мамандар еді, ғой. Арасында білгерлері бар, арасында зо деплому саты олған бірде болеем, и сүйдеп текілі айтпасамда да болеем. Себе бұл көп бізде сонда емканалар, бірақ сапасы аздау. Медицине не всегда квалифицируыны оказание помощ медицинской, Ну и очереди тоже есть к специалистам, особенно узким. Хорошие специалисты уходят в частники. Не могу добиться лекарства для дедушки. Вот и иду узнавать. Два месяца я ничего не могу добиться. И в аптеках нет. Чтобы за свои хотя бы деньги купить, я не могу. Бесплатно, чтобы все было. Все за денежки. В том месяце 50 тысяч отдала. За лечение. За лечение и за МРТ. Вот. А здесь у нас талонов не достать. Так в основном все приветливые все. Все устраивает. Только иногда они что-то забывают. Вот сын мой там кладут его в больницу. И должны были все дать справки. А справку по крови забыли. Вот и она такси приехала. На ваши вопросы о дефиците кадров хотелось бы сказать, что эту проблему мы знаем. Проблему мы пытаемся решить. По области в данный момент не хватает 244 врача в подведомственных организациях. Как вы знаете, сейчас в последнее время очень бурно развиваются, открываются частные центры, частные медицинские кабинеты, клиники частные. И, как правило, частник всегда представляет более выгодные условия. Поэтому у нас наблюдается переток кадров. И, как правило, это опытные кадры, которые уходят из государственной системы в частные структуры. Лекарственные препараты поставляются сам рук казна фармации. Возможно, да, у нас есть задержки, бывают с поставкой. Это связано с логистикой, потому что препараты закупаются единым дистрибьюторщиком. Вопросы логистики не всегда вовремя решаются. По поводу препаратов хочу сказать, что со следующего года мы вступаем в новую систему. Это обязательно социально-медицинское страхование. И в рамках социально-медицинского страхования со следующего года в разы увеличивается финансирование на бесплатные препараты. Поэтому хотел обратиться к жителям Магисталовской области, что необходимо, чтобы каждый гражданин, каждый человек был, во-первых, прикреплен в поликлинике и был участником обязательного медицинского страхования. В области, во всех медицинских организациях у нас есть телефоны доверия, которые по 30-30-60 можно обратиться. И мы стремимся, чтобы решить проблемы по принципу здесь и сейчас, то есть на момент оказания медицинской помощи. Также во всех медицинских организациях созданы службы поддержки пациентов. Также работают службы внутреннего аудита для рассмотрения и решения жалоб. Субтитры создавал DimaTorzok